что за фигня а ну-ка подсак поближе сюда вон он второй был склон только что иди сюда ничего себе две поклевки толстолоба одновременно он и хороший это хороший ребята зачет это зачет всем привет дорогие друзья с вами снова канал дикий клев сегодня я приехал на рыбалку на платный пруд половить толстолобика и карасика прошлая моя рыбалка была довольно таки успешной кто не видел мое прошлое видео с этого пруда пожалуйста перейдите по ссылке которая появляется здесь сейчас в правом верхнем углу я думаю вам будет интересно сегодня меня также стандартный набор это вот две донки которые я уже поставил на карасика в кормушке набил стандартную прикормку о ней чуть позже расскажу и забросил две снасти на убийцу толстолоба но сейчас я хочу оснастить фидерное удилище это будет уже не совсем классическая оснастка толстолобика а будет она выглядеть вот таким вот образом такая вот китайская прибуда покупал еще и в прошлом сезоне на алиэкспресс она устанавливается место спицы ее смысл заключается в том что вот сюда в эту кормушку набивается какое-то тесто или любой другой состав который создает муть может быть даже что же технопланктон можно положить здесь сейчас висит три крючка на самом деле здесь было ребят 6 крючков я три срезал просто капец думаю на хренаж столько-то думаю трех будет вполне достаточно а так принцип работы кормушки этой следующей вот так вот этот замочек открывается открываем кормушку набиваем какую-то кашу или какой-то ну пылящий состав в эту часть в эту часть закрываем фиксируем на замочек ну и забрасываем и точно так же толстолбик подплывает начинает собирать эту всю муть которая сыпается и цепляется за крючок вот ну попробуем для чего я покупал вот эту оснастку здесь принципе клюет нормально и на обычный технопланктон смысл в том что когда я например достаю ну вот обычный технопланктон да вот я вижу меня осталось там одна маленькая такая штуковина то есть он там растворялся растворялся через минут там 40 и проверяю смотрю осталось вот такой маленький бочонок я его обычно снимаю и ставлю туда новый новый бочонок который будет нормально пылить потому что но тот смысл уже уставить он там особый мульти то уже не создаст вот и как раз таки вот такими вот остатками я и планирую заполнять нашу кормушку ну и немного наверно обычной каши добавлю просто так вот все это дело сюда укладываем вот мне здесь разные вкусы остались эти вот этого планктона вот так вот положим сейчас еще попробую вот в эту верхнюю часть прикормки забить пусть она еще пылящий эффект создает намешал вот такую прикормочку основа здесь составляет гранулированный комбикорм он уже размок водой чуть-чуть залил он быстро размокает покупали его цыплятам на корм но я чуть-чуть взял думаю не сильно то я нанесу урон нашим бройлерам вот так вот забиваем сюда плотнее нас почти пахучий такой вкуснятинки вот такая прикормка диалоги рыбалки карась запахом чеснока немного оставалось вот ее добавил принципе же запах такой чесночный идет от него прикольные надеюсь что вот на эту снасть будет привлекать все-таки толстолобика не карася но посмотрим любом случае это у меня снасть экспериментальная коп есть закрылся нормально нормально вот так вот это все дело выглядит сейчас забросим и посмотрим не значит это прошло уже где-то минут 20 на донке еще не поклевки неужели здесь карася нет в этом усыночке плотина ехать тут уже не охота есть так разложился хорошо конечно многие любители половить тостолобика на технопланктон могут сказать что блин это вот не надо превращать вот эту чистую красивую рыбалку вот в эту грязную потому что опять надо прикорм какую-то набивать ну ребят это же просто эксперимент никто вас не заставляет сюда с кашей приезжать и прямо так вот набивать ее но я вот решил попробовать посмотрим опять же можно сюда кашу не набивать а вот сам планктон сюда засовывать как это принципе и сделал сейчас такие трубочки есть беру их нафиг короче как то вот так это все выглядит ничего себе гляньте судачок потом прям берегу нифига себе здесь все-таки продай сюда охренеть вот он стоит ребята вот он прям возле берега подхожу он не боится прям как круто вообще я вот не взял ни одной оснастки на ни одной сили кошки даже не говорит что здесь есть судак на что думаю нафиг он не нужен будут условия к ловить поплыл 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 родной мониторит мелкого карасика здесь ладно пусть плавает да в принципе и неплохо вот так вот если будет стоять поплавочек вот на этом уровне нормально он чуть поближе мне улетел чем те два но это с учетом того что вот этот фидер у меня 360 а те удочки четырехметровые плюс у них верхушка пожестче она и посылает снасть подальше ну и в то же время сама вот эта штуковина кормушка на создает большее сопротивление в воздухе чем техноплантон вот ну ничего ну вот так вот пусть стоят три поплавочка здесь них прекрасно видно здесь что-то у меня клюет на доночку давай уже разыгрывайся родной пора бы клюнуть карасик прошлый раз у меня прям хорошо мне клевал заскучать он не давал найду нормальную рогатурку это вообще капец иди сюда по кто-то сидит сидит родной ну это же шикарно это же шикарно если чуть по чуть будет карасик поклевывать это же супер да хороший идет прям так сопротивляется нормально отвалился что не понял или на меня идет дергался о пошел 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 тихо 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 иди сюда хороший 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 нормальный карась андрик наш размер наш наш вот такой вот карась и на берегу опять отвалился у него прям тактика такая отваливаться на берегу ну круто уже жизнь налаживается 1 рыбка есть продолжаем рыбалочку вот такая вот вкусняшка конечно же карасик не смог перед ней устоять так вот вот это у меня монтаж самодельный я здесь кормушку скользящую сделал так на такой от в одной петельки привязал еще один крючочек ну и внизу соответственно также петля в петлю поводочек поставил так забрасываем был вот так вот я далеко забросил и прошлый раз прям под тот берег вот там где-то вдалеке и клюнул у меня нормально кстати вот просто рыбалку удивлялся сейчас вот при посечке вот этот вот свингер подлетает вверх или там ложится на сигнализатор интересно получается вот такой классной травки нарвал пахнет каким-то чабрецом я не знаю это вроде не чабрец какой-то длинная трава а может опять поклевка что ли иди сюда есть есть хороший бум-дум-дум такой карась марась буль-буль-буль буль-буль-буль хороший нервный карасик на кукурузу любит он у нас кукурузу здесь да вообще удобно этот штука электронный сигнализатор хоть вот даже рядом сидишь что вот как бы отвлекаешься и на вот эти вот оснастки на толстолобика и вообще по сторонам как бы когда смотришь он такой пик 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 дает понять что я парень я вообще тут клюнул то давай на меня внимание-то брати ну понятно что с колокольчиком та же самая история но блин не нравится мне по той причине что когда вытаскиваешь он дребезжит весь прям бесит честно слова я пока минуту затишься ничего не клюет у меня расскажу о том какой планктоны поставил на те свои закидушки на толстолобика на один поставил такой малина 50 граммов я думаю будет долго растворяться больше часа а на второй поставил 30-граммовый планктончик со вкусом мед а 30 35 до граммовый производство этого технопланктона город пенза где тут написано было а вот на произведено пенза выходе на двадцатого года наш отечественный продукт посмотрим ну вот на прошлой рыбалке на него как раз поймал но этот пензенский у меня там еще один был какой-то европейский там но на тут не клюнул вообще то что раз не очень-то клевал хорошо толстолоб смысле карасик клевал толстолобик молчал сейчас картина повторяется не ли не жалуюсь я как бы рад если карасик такого товарного половить свое удовольствие интересно но хочется поймать крупного толстолоба посмотрим надеюсь что он несет попадет сегодня хотя бы один а лучше два нет 333 было бы сейчас супер уху ё-моё чё это он просто плывал как плывет ко мне к берегу не понял он должен дальше заброшен вот сейчас уже прям повел его так нормально не про кто-то там сидит ведет 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 да сидит кто-то нифига себе кто-то не крупный маленький толстолобик что за фигня кто-то у нас попался такой шустрый тихо 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 ну тихо ты маленький толстолоб это вообще капец он даже бутылку топить не смог обалдеть дитё наш блин просто дитё до такого дно пожарить просто можно и все жесть о блин не понял побед ади еще не плавок серьезно ниже но поплавка блин чё за фигня а ну-ка пацак поближе сюда вон он второй был склон только что иди сюда ничего себе две поклёвки толстолоба одновременно он и хороший это хороший ребят это зачет это зачет от слизи того толстолобика еще не успел рук вытереть иди сюда да мы тебя прям так припаркуем к берегу сюда 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 ну тоже такой не шибко крупный но нормальный толстолобик есть капец вообще ну два таких зародыша ну не знаю брать их или не брать пока возьму если крупнее ничего не попадется тогда заберу потому что ну как бы 400 рублей заплатил заряю что ли да прям вообще две поклёвки одновременно круто ну вот ребят смотрите прошел час что осталось от 50 граммового техноплантончика практически весь растворился мы его естественно сейчас поменяем а эту штучку мы знаем куда мы денем а вот в эту кормушку набьем кстати говоря наверное его тоже надо сейчас проверить скорее всего там пусто вот сюда поставим этот новый бочонок что то блин тучки сгущаются на сегодня передавали грозу к обеду блин хочется половить вроде как рыбка клюет хорошо не хочется еще уезжать отсюда но если будут тучи сильные заходить надо будет сматывать потому что грунтовка здесь идет километра три до асфальта на классик то намучаешься выезжать отсюда брин если дождь ливанет сюда поставим мед раз на мед клюет значит мед здесь толстолобик умирается да я в принципе и знаю что в этом водоеме лучше всего клевал у меня всегда на тути фрути малина и мед ну понятно еще и ваниль тоже неплохой запах создает а рижину в принципе тоже нормальный технопонтон но как-то мне лично запомнилось что здесь лучше клюет на тути фрути малина малина наверное даже на втором месте и мед мед не успел забросить технопонтон тут на эту донку поклевка о колокольчик отвалился вот это сервис это нормально вроде сидит кто-то есть идет карасяндр хорош берем еговый ветер подул как бы чего не надул нехорошего бум есть хорошо пора перезабросить вот эту оснастку которая у меня с китайской кормушкой скорее всего там уже все растворилось это я сейчас и сделаю иди сюда иди сюда так что тут у нас технопонтончик еще есть не все они здесь растворились и даже кашка немножко присутствует нормально сейчас мы сюда еще добавим наших плантончиков которые сейчас достал пусть их будет здесь вот так прям много-много планктонов что не помещается а мы еще сломаем блин погода главное чтоб погода дала порыбачить сегодня все остальное вроде как складывается хорошо клюет чуть-чуть карасик толстолобик ну что еще можно пожелать супер все супер и раз бум нормально нормально если ему взять он и там возьмет на этой дистанции иди сюда два четких удара прям в тот момент когда я вот эту донку забрасывал ну это наш клиент хороший карасяндрик что ты там пикаешь а? о хорош 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 иди сюда есть хороший ха 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 карасюк фух блин аж прям по нервам это дребезжание дрынь дынь 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 иди сюда а вот этот толстолобик все-таки уже клюнул и мы его сейчас подсечем иди сюда потащил влево блин что сошел что ли ли прям такой мелкий не понял а да сидит ну прям вообще малява фига себе малява это карась нормальная ленте на убийцу толстолоба клюнул вот такой карась ха 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 тоже подошел муть собрать ха ха нормально в принципе конечно это не для него эта оснастка была собрана но да ладно в том году на эту оснастку клевала реально мелочь ребят опять вот на эту удочку что-то кто-то водит не пойму блин сошел что ли е-мое наверно сошел а потолок прям водила водила блин а да нет сидит опять карась обалдеть хохох да хороший карасек то е-мое посмотрите ребятушки какой карасюшка на убийцу толстолоба опять на мёд второй карась на голый крючок на технопланктон я вообще в шоке блин так вижу нет поплавка по моему вот на эту дочку клюну иди сюда ага вот он он Ну вот это наконец-то хороший уже. Наконец-то. Тихо, 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 иди сюда. Ко мне идут к берегу. Ага. Да хороший. Толстолубец-то. Неужели это келожка наконец-то, блин? Да нет, такой же мелкий, блин. Ну иди сюда. Ну, нормальный. Келошок где-то. Иди сюда. Да я так тебя выдачу. Ребята, это вообще... Это смех игре. Решил вытаскивать так волоком его. Вот там вот, видите, вот у меня след. Прямо возле воды. Вытаскиваю, он бум и отвалился. И вот там лежит на берегу такой. В руки беру. Блин, он у меня из рук выскальзывает. Еще ближе к воде падает. Я не знаю, как я его схватил там возле воды прям. Но я его взял и вот сюда вот уже кинул на берег. Блин. Ну вот это нормально. Это уже келошный. Толстолубик хороший. Я его наконец-то поймал. В смысле такого. Более или менее товарного. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот такой, да. Такого не стыдно на кукан посадить. Ну вот, ребят, пошел все-таки дождь. И, в принципе, и рыбка-то поклевывает. Тут и настроение хорошее, рыбацкое такое. Ну, как надо. Но, наверное, сейчас буду собираться. Потому что на классике я далеко не уеду. Если будет сейчас ливень. Конечно, тут еще ловить и ловить. Но не будем, так сказать, играть на нервах. Кому понравилась рыбалка, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, ребят, подписаться. О, на пасашок хочет кто-то клюнуть. Подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был канал Дикий Клев. Всем добра. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok